Строительные компании в Одессе продолжают безнаказанно обманывать горожан. Жаловаться в мэрию и лично Геннадию Труханову совершенно бесполезно. Обманутые инвесторы жилого комплекса на улице Головковской обратились к новому губернатору. История со строительством на улице Головковской тянется 12 лет. По проекту компания «Альянс Жилстрой» должна была построить два дома по 10 и 16 этажей. Деньги взяли, домов нет. Городская администрация не собирается защищать интересы обманутых инвесторов. Достройте наш дом! Город ждет инвестиций. Как тогда могут другие вкладывать деньги, если вот такая проблема существует и город не решает ее? Это все город должен решать, потому что город давал разрешение на застройку. Люди вложили деньги. Вот проблема одна. Решите эту проблему. Город должен решить эту проблему. Еще 20 ноября инвесторы подали заявление председателю областной государственной администрации в надежде на помощь нового руководства. Оказалось, ждали напрасно. Обл. администрация должна была подать списки недостроев в Минрегион БУД для оказания помощи. Но мы с удивлением узнали, что такие списки не были поданы об администрации. Вопрос, почему они не подали такие списки? Недавно мы узнали, что нашу стройку выставили на продажу с помощью города. Мы еле отбились в суде. Просто безобразие. У нас есть разрешение на строительство, есть застройщик. Но нам ставят палки-колеса и не хотят нас застраивать. Выходить к инвесторам по-хорошему никто в областной администрации не торопился. Пришлось перегородить главный вход в здание. Сначала высокое начальство прислало мелкого чиновника пресс-службы, который, конечно же, на вопросы ответить не мог. Затем вышел представитель департамента жилищно-коммунального хозяйства. За два месяца чиновники областной администрации по первому заявлению не сделали ничего. Сейчас дают расслабчатые обещания без конкретных сроков исполнения. 20 ноября 2019 года, ответ на который мы не получили. Мы повторно подали заявление, в котором мы просим включить нас в рабочую группу по недостроям. Так как предыдущее наше заявление, которое мы давали два месяца назад, не рассмотрели, мы не можем знать, когда рассмотрят это. Уголовное производство по расследованию обстоятельств строительства на Головковской идет. Если областная администрация не признает проект долгостроем, инвесторам придется обращаться в суд.